Я вам серьезно говорю, на эту песню я дважды уже планировал снять клип и как раз хотелось, чтобы вот эту финальную фразу, вот мы, у меня просто была идея, чтобы эту песню мы пели втроем, там на три куплета, я уже даже половину записал, вот, и была идея, что такая, значит, вот это все мы поем, где-то там лето, парки, там все, и финал такой, и такой сидит мужик с газетой, такая наезжает камеру, он такой смотрит, там сидит Олег Митяев, он такой, Летов, это маленькая жизнь. Просто такой сюжет, вот пока он есть, это я вам просто рассказал, никому не рассказывал, пока вы так это, если он приедет, да, только не говорите ему, пока он еще об этом не знает, пока ничего, вот. Внимание, когда группа с рисовкой не пересекались? Пересекался, конечно, да, из Донецка, да, пересекался, да, и, ну, не скажу, чтобы сильно близко, но мы были знакомы, да. Они прям популярны были, были одно время, они прям ездили там, прям очень так крепко. Так, вот что я вам хотел спеть дальше, значит, дальше. Дальше я вам, друзья мои, спою вот как раз песню из Star, из репертуара Лихолесия, и, кстати, с этой песни я впервые приехал на фестиваль, на Бардовский, на фестиваль авторской песни, и это был Рамонский родник в 2015 году. Я как-то уже, так сказать, не будучи слишком юным, стал ездить на эти фестивали, и даже я туда поехал не для того, чтобы принимать участие в какой-то конкурсной программе, я уже выступал просто как гость на одной из сцен. Но так получилось, что организаторы таки говорят, слушайте, давайте там все, и тоже идите все в конкурс, и нас еще там с ребятами отправили тоже для массовости, так сказать. И я пошел в конкурс и спел вот эту песню. И она для меня как бы такая явилась, что первая песня вот на этих всех Бардовских фестивалях, а теперь я уже там сижу в жюри там на этих всяких мероприятиях и так далее. В общем, стал большим и взрослым, короче. Песню, которую я вам сейчас спою. Кстати, когда я пел эту песню на вот таких мастерских, в мастерской сидел, точно я помню, что сидела Роман Ланкин, Паша Фахардинов и кто-то еще сидел. И мы, кстати, не были знакомы тогда ни с кем еще, ни с Ромой, ни с Пашей, вот. А с Пашей мы потом уже через пару лет уже начали вот играть в группе проекта ХБ. Я иногда так рассказываю, что у Павла Фахардинова, ну, собственно, может быть, благодаря ему или им там я стал как бы там лауреатом в фестивале или там дипломантом, я уж не помню, но что-то я занял там какое-то место. И я обычно рассказываю, что у Павла Фахардинова есть несколько эпизодов в жизни, о которых он жалеет до сих пор. И вот это был один из них, да. Бессмысленные сомнения, верю, не верю, но на том рубеже, где посыпаются перья, ты принял весь огонь на себя, я принимаю в расчет. Чем глубже река, тем тише она течет. Все вместе, но каждый в отдельной палате, кошки-мышки самим с собой под кроватью, друг к другу попадая, всякий раз с крючка на крючок. Чем глубже река, тем тише она течет. Мы как будто с тобой без обратного адреса письма, Наши зерна взрывают асфальт парадоксами смысла. Без масла в огне уже не кажется так горячо. Чем глубже река, тем тише она течет. Мы в чем-то одном очень сильно похожи, И новые перья растут из-под кожи, Но больше нет желания знать, в чью пользу выпадет счет. Слишком близко река, слишком тихо она течет. 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 Спасибо.